Янтарные будни. Очередной бунт старателей на прошлой неделе в Заречном сменился затишьем и продолжением добычи. Даже мощному оперштабу во главе с Нацгвардией не под силу остановить тех, кто уже почувствовал вкус янтарных денег. Инна Белецкая нашла неизвестные клондайки и проверила, гудят ли там мотопомпы. Десятки километров еще с советской брусчатки. Ехать по ней испытания не для слабонервных. Чтобы хоть как-то уберечь авто, продвигаемся по обочине. Это дорога в село Боровое. Именно его жители в прошлую пятницу устроили акцию возле Заречнинского отдела полиции. Люди утверждали, в их селе полицейские устроили стрельбу и даже бросали светошумовые гранаты. Все это происходило возле школы напротив сельсовет. Что это было, работники не знают до сих пор. Слова было слышно, что стрельбы были, когда ехал автобус. Когда уже начали стрелять и человека поранили, то это уже страшно. Правда, в местной амбулатории о раненом не слышали, не нашли его и мы. В большом селе Боровое на улицах в основном женщины и дети. Все мужчины в лесу. Зарабатывают. Молодежь тоже туда ездит. Обычно на Питер выезжали. Заедут, да, на жену, звезда их. Дай, поедут, дай. Поедут милиция, дай. Знову едут. Знаете, как это люди? Люди, если бы они шли где-то купечную, то они должны туда ехать. Боровое быстро расстраивается. Новые, довольно большие, непривычные для глухого полесья дома. Дорогие машины. Это все янтарь. В пределе здесь даже дети. Вот мальчик лет восьми уверенно управляет небольшим трактором. В прицепе пожарный шланг, с помощью которого качают воду мотопомпы. Боровом нацгвардии нет, в отличие от Кухотской воли. Прославилось это село в прошлом году, когда активисты Автомайдана показали масштабы добычи янтаря. Вот это место сейчас. Не души. Пока ищем блокпост, натыкаемся на старателей. Вполне неплохой обустроенный лагерь. Место для костра и укрытие от дождя. В воде работают люди. Говорят, эти мотопомпы принадлежат некоему боссу. От камеры отворачиваются. Звонят боссу, спрашивают разрешение на съемку. Тот запрещает. Тогда нам советуют уехать и не создавать проблем. Если вокруг Кухотской воли сплошное бездорожье, то в самом селе отличный асфальт. А вот и блокпост. Нехитрые условия быта. Эти ребята только вернулись из АТО. Теперь стоят здесь, в поле. Те, кто едет на месторождение с очками, пускают. А вот с помпами нет. Но такие здесь и не показываются. Знают другие пути. Фактором он приедет, а вы не знаете, где приедете. До самого места добычи мы добрались пешком. Работают моторы. Один возле машины службы госохраны. Как она попала сюда? Вопрос. Рядом людей нет. Подходить ближе опасно. Мы обратили внимание, что некоторые копатели вот в таких ярких жилетах. Оказывается, не просто так. А чтобы одну бригаду отличали от другой. В такой форме их видно издалека. Но они даже и не пытаются скрываться. Большому, говорят, по 500 платят заплатить. Там 12 часов они здесь работают, потому что выезжают рано. Мы в 6, по 6, как какие. Едут рано. Приезжают поздно. Что тоже адский труд. Наличие оперштаба заставило людей уйти глубже в леса и болота. Но янтарь добывать не перестали. Моют, как и раньше. Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности телеканал Интер. Ривненская область.